Слава нашему Богу! Мы уповаем на милость Божию. Аминь. Пусть нас Бог благословит. На самом деле, знаете, милость Божья явлена над нами. Как бы в этой жизни, и что бы у нас ни происходило, над нами являет Бог милость. Даже тогда, когда мы не осознаем. Даже иногда в наших глазах кажется, что мы святое святых. Даже тогда нам кажется, когда мы самые правые на земле. И Бог говорит, и все равно я являю милость над Товою. Являю милость. И для этого Ты сегодня и находишься. Пусть Бог благословит нас, чтобы наше сердце, дорогие друзья, наш разум осознавал это и понимал, что мы находимся по милости Господней даже на этом месте. По милости Господней Господь даровал нам жизнь. И мы сегодня имеем эту жизнь. И сегодня, что вокруг нас происходит, над этим всем имеет Бог контроль. Друзья, я хотел бы сегодня поделиться вместе с вами. И мы будем сегодня молиться. Я хотел бы, чтобы вы вместе были со мною, следили. Хотелось бы поговорить про личное отношение с Господом. Про личное отношение с Богом. Я понимаю, эта тема очень широкая. Эта тема очень большая. Про нее можно говорить несколько месяцев. Рассматриваю разные стороны. Но я хотел бы про некоторые всего лишь моменты поговорить. И мы будем молиться. Про три категории людей. Про трех категорий людей. И вопрос такой, нужно ли вообще иметь личное отношение с Богом. Друзья, давайте каждый из нас, сегодня мы зададим себе вопрос. Нужно ли мне иметь отношение с Богом или нет? Надо ли оно или вообще нам? И может оно нам и не надо. Может давайте мы, и нам и так устраивает, как мы живем. И так нам устраивает, как у нас все происходит. Надо ли нам это личное отношение с Богом? Друзья, мы сегодня посмотрим на три категории людей. И разные люди с разной стороны подходят к этому. Знаете, мы можем в этом мире слышать и встречаемся в этом мире со многими людьми, которые говорят, вот знаешь, за меня помолились. Вот за меня вот этот человек молится. Я с этим человеком разговариваю. Он мой душепопечитель. Он за меня стоит в проломе. Вот тот человек за меня молится. Вот тот человек говорит за меня добрые слова. Я тому звонил, с тем разговаривал. Он за меня стоит в проломе. Друзья, мы это слышим. Мы это слышим, мы разговариваем. И люди это делятся. Но я хотел бы, чтобы каждый из нас, мы сегодня проверили свое сердце. И задали себе вопрос, каково личное отношение мое с Богом? Имею ли я отношение с Богом сегодня? Переживаю ли я это отношение сегодня с Господом? Насколько Господь открытый ко мне? Давайте мы, постараясь говорить медленно, повторять по несколько раз, вместо Писания, чтобы мы читали, чтобы наши операторы успевали. Исход. Исход Exodus 2019. Исход 20 глава, 19 стих. Смотрите, здесь сказаны такие слова. «И сказали Моисею». То есть народ израильский находился, я вам сейчас чуть-чуть скажу, где он находился, в пустыне, у гории Хариев, и они находились там. И Бог пришел говорить с Израилем. Вы слышите? Бог пришел говорить с Израилем. Не с Моисеем, а с Израилем. Но слушайте, что сказал народ. «И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Вы слышите? Это одна категория людей, где Господь желал говорить с каждым, лично отношения иметь, лично говорить с каждым. Но эти люди, они увидели силу Божью, они увидели власть Божью, они увидели могущество Божие, и они приняли решение в своем сердце. Они это сделали. Не Моисей их заставил, не Моисей сказал, вы знаете, я самый святой среди вас, вы тут все такие грешнички, вы тут там, знаете, там ты живешь, ты там обманул, там недосуботил, ты там недопраздновал, ты там немало дал, и так далее, и тому подобное. Нет. А они сами сказали, они увидели, насколько могущий Бог, насколько, знаете, покрытие этой было горы, молния, знаете, громы были, да, Бог говорил в пламени огня, и так разные моменты. И они говорят, чтобы нам не умереть. Друзья, это люди приняли решение. Они сказали, Моисей, ты иди разговаривай с Богом. И то, что Бог скажет тебе, говори к нам. Но мы не хотим с Богом иметь никакого отношения. Друзья, это одна категория людей. Это одна категория людей. Вторая категория людей, давайте мы здесь прочитаем. И смотрите, это Луки 18 глава, с 18 стиха. Луки 18, 18. И просил его некто из начальников, спросил его, это молодой юноша, я сейчас вам скажу, это молодой юноша, который был благочестивый, который исполнял закон Моисеев, который жил по Торе, который был очень, знаете, набожный. Этот человек подошел к Иисусу, это Луки 18, 18. И он спросил у Иисуса, учитель, благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим. «Никто не благ, как только один Бог». Вы слышите? Сам Иисус Христос, Иисус Христос показывает на своего Отца и говорит, только мой Отец благ. Только мой Отец благ. Не я, а только мой Отец благ. Далее, зная заповеди, Иисус говорит, знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай Отца твоего, и мать твою. Вы слышите? Иисус перечисляет и говорит, что этому молодому человеку нужно делать. Мы далее читаем. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. Вы слышите? Все эти категории вещи. Знаете, Он сохранил, Он сохранил, не прелюбоедеяние у Него не было, ни убийства у Него не было, ни крал нигде, не лжесвидетельствовал, не почитал, не отца, почитай Отца и мать свою. Свою почитал, любил. Он правильно жил перед Богом. Он это все делал. Он говорит, Иисус, я это все сделал. Я живу так, как ты сказал, как говорит Тора, как говорит Моисей, как говорит твое слово. Я это все поступал так, как ты. И далее мы читаем. Смотрите. И услышав это, Иисус сказал ему, это 22 стих, еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за Мною. Иисус обратился к этому молодому человеку и говорит его уже, я думаю, вот это 22 стих. Дорогие друзья, он уже здесь переходит на сокровенные души личности его, души его. Он переходит и говорит, он видит то, что в нем. Там же не было у него, знаете, на лбу написано, имею столько-то коров, имею столько-то в аренду зданий, имею столько бизнес-прапорей, имею там столько-то лошадей, в аренду сдаю столько-то имущества. Там же у него на лбу не было написано. Нет. Но Иисус это увидел. Иисус это понимал, что у него есть хороший, знаете, приход и хорошее состояние его жизни. Он это видел. И ему и Господь Иисус сказал, возьми это все, раздай и что? Следуй за Мною. Друзья, вы слышите, это вторая категория людей, которые есть на этой земле, которые правильно живут, благочестиво поступают, и они очень, знаете, очень много хорошего делают и тому подобное. Но, когда Иисус обратился к нему, следуй за Мною, послушайте, 23 стих, он же, услышав сие, опечалился, потому что было очень богат. Был настолько богат, и ему это пришла печаль. Ему пришло, почему? Потому что это ему любилось, друзья, это ему любилось, это было его частью жизни, это было то, чем он жил, тем, чем он ложился, тем, что он вставал, о чем он размышлял, о чем он разговаривал, может, у него были частые митинги, то, что мы выходим, может, по собранию, о чем мы говорим, может, мы встречаемся, жизни у нашей тоже есть, друзья, общение, и о чем человек говорит, и о чем размышляет, но это ему любилось, это ему было, когда он услышал, что Иисус такие слова ему сказал, он опечалился, Иисус говорит в 24 стихе, Иисус видит, что он опечалился, сказал, как трудно имеющий богатство войти в царство Божье, друзья, почему? Потому что оно стоит в центре, и первым имеет отношение его жизни, друзья, первое имеет отношение жизни, потому что это его главное в своей жизни, он соблюдал религиозно, Да, он религиозно поступал, он очень правильно, знаете, служил, он был, как я вижу, и уважаемый, почитаемый, и он и хорошо поступал, он никому зла не делал, он все соблюдал, но в нем не было первого отношения с Богом, у него не было, у него было это богатство, друзья, у него был этот авторитет, у него было это желание иметь это все вокруг, он хотел, он жаждал этого, и он переживал об этом, и он этого, знаете, этим, знаете, даже, как можно даже сказать, знаете, пускал, наверное, в рост, чтобы оно разрасталось, какое-то имело влияние, и ему это нравилось, друзья, я хотел бы вот этой категории второй людей посмотреть, что происходит с такими людьми, они делают то, что им нравится, вы слышите, братья и сестры, не бывает ли в жизни сегодня в такой категории людей, которые им нравятся, они готовы отстаивать все, они готовы говорить о всем, они готовы делать все, но это мое святое не трожь, это мое святое не прикасайся, это мое святое не надо не делать, а Господь говорит, слушай, последуй за мною, а если ты должен следовать, ты должен все это оставить, абсолютно оставь это все, давай, следуй за мною, следуй за мной, куда я пойду, и ему это пришла большая печаль, Друзья, сегодня многие люди, в этой категории людей, им трудно оставить алкоголь, им трудно оставить спиртные напитки, знаете, как один человек говорит, я бы принимаю почти каждый день хлебопреломление, а я ему задаю, почему, я дома бутылку поставил, налил полный бокал и за всю церковь, и дал, понимаете, потому что он на него это живет, потому что этим он упивается, друзья, потому что это ему любится, и он под благостями, как этот молодой человек, соблюдает, и вроде хорошо, и он уходит в церковь, но человек, прикрытие под благостью церкви, под законом, под этими всеми результатами, живет внутренне, то, что Иисус ему обратился, он живет так, как ему нравится, и человек делает так, ему как хочется, Другой же человек, друзья, он, знаете, обманывает, неискренный, лукавый, хитрый, да, говорит одно, делает другое, и мы это замечаем, друзья, в нашей жизни, когда мы разговариваем с людьми, и вроде он пообещал, сказал, ты утром приезжаешь, а его там нету, а ты звонишь, алло, а ты где? А, да я ж пошутил, да ты знаешь, да я это, да я ж уже еду в сторону океана, Корпус Кристи, как, ты что, мы ж договаривались, понимаете, друзья, и это норма жизни считается человеком, обман, ложь и предательство, друзья, это то, что внутреннее, Это не написано у нас на лбу, это не написано у нас, знаете, на наших пиджаках, нет, это то, что живет внутри нас, братья и сестры, и сегодня Господь обращается к этой категории людей, говорит, оставь это все, оставь все, давай, последуй за мной, последуй за мной, и будешь иметь жизнь вечную. Другая категория людей, дорогие друзья, я бы хотел бы зачитать, это будет, давайте я сперва зачитаю с синодального перевода, потом с нового перевода, смотрите, это будет Тимофея, второе послание Тимофея, третья глава, второе послание Тимофею, третья глава, с пятого стиха. Имеющий вид благочестия, силы же его отречься, таковых удаляйся. Новый перевод, здесь так, знаете, конкретно говорит и ясно. Благочестие будет для них лишь внешней формой, но его реальностью силы они отрекутся, не хотят иметь реальной силы. Это третья категория людей, которые, дорогие друзья, знаете, есть люди, которые, вот знаете, создают вид, вот есть у нас фейсбуки, есть инстаграмы, ну много мидии у нас сегодня есть, ее очень много. И знаешь, ты знаешь этого человека одним, а видишь его в странице другим. И вот как-то я недавно с одним человеком разговаривал, и он задавал свои вопросы по поводу этого человека. Я говорю, ты знаешь, его страница говорит о себе вот так. Вот он такой, вот такой, вот такой человек. А этот человек говорит, да нет, да ты знаешь, я его лично знаю, это абсолютно такой, 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 такой человек. А я его не знаю лично, но его страница говорит о себе больше. Друзья, сегодня есть эта третья категория людей, которые не хотят иметь личное отношение с Богом. Они отреклись от силы Божьей. И Слово Божие говорит, таковых удаляйся. То есть, что делать? Удали из своего списка таких людей. Удали дружбу с такими людьми. Они имеют вид благочестия, они, знаете, очень праведно, хорошо, прекрасно выглядят и могут много говорить о том, что были это фарисеи. Посмотрите, сколько раз Иисус Христос обличал фарисеев. Почему? Именно по этому фактору, что они себя представляли таковыми, они показывали людей таковыми, он даже говорил людям, то, что они говорят, вы и делаете, но по делам их не поступайте. По делам их не поступайте, потому что дела говорили абсолютно другое. И почему, здесь вот новый привод говорит, и они от реальности силы Его отреклись, от реальности силы Его. Друзья, мы сегодня в нашей церковь, мы ревнуем о дарах силы Духа Святого. Мы ревнуем об этом, чтобы дары Духа Святого были. Мы ревнуем о том, чтобы Божья благодать во время пения сходила на народ и перетекала в молитву. Мы об этом ревнуем. Мы ревнуем сегодня о том, чтобы люди приходили больные, они получали исцеление. Мы об этом ревнуем. Мы ревнуем сегодня о том, чтобы люди получали, знаете, как физическое, как духовное исцеление. И это что? Это благодать Божья, это сила Божья. Но как сегодня передо мной брат служитель уже сказал, что нужно иметь отношение в посте, в молитве и не соглашаться с тою, знаете, своей плотью. Много раз приходится, где ты встаешь и тебя Дух Святой побуждает сегодня прибыть в посте и в молитве. И ты не знаешь почему, буквально на этой неделе, в понедельник, я ехал на работу утром, мне пришло такое побуждение. Помолись за того человека, помолись за того человека, помолись за того. Я ехал целый час, я молился за того, за того. После того мне пришло побуждение отослать им сообщение, аудиосообщение, и выставить вот такое писание. И я это сделал. И знаете, друзья, прошло время, прошло время, эти люди отписывают мне, говорят, как было это вовремя и нужно, я проходил борьбу, я проходила испытания, мне было это трудно, этот стих меня вдохновил и укрепил. Ну, друзья, здесь нужно иметь молитву, здесь ты должен иметь общение, да, оно тебе не хочется, бывает иногда такое, когда ты, знаете, встаешь утром и тебе внутренности, когда ты привозишь себя в порядок, мне это часто бывает, когда я привожу себя в порядок, смотрю в зеркало и побуждение, а сегодня возьми пост за того человека, и ты берешь пост. А у тебя планы сегодня было заехать на стейк, у тебя сегодня планы встречу в хорошем, шикарном, знаете, стейкхаус, все, ты это ломаешь, ты начинаешь звонить и говоришь, слушай, брат, давай как-то поменяем это, давай мы встретимся там и там, и ты меняешь schedule, почему? Потому что ты в посте, ты в посте за того человека, и ты молишься, и ты молишься, чтобы Божья благодать произвела работу, даже ты не знаешь почему, даже ты не понимаешь, почему это происходит в твоей жизни, но ты делаешь, друзья, но потом проходит время, этот человек стоит или в церкви, или на текст-месседжи, он благодарит, Господь ответил на мою молитву. Друзья, вот это то, что сегодня многие, это третья категория людей, о которых мы сегодня говорим, это которые отрекаются сами, друзья, здесь не написано, что эти люди были заставлены служителями, женою, мужем, семьей, братьями отреклись от силы Божьей, нет, здесь не написано, я не читаю этого, а здесь написано, имеющий вид благочестия силы Божьей отречься. То есть, понимаете, благочестивость, знаете, жизни и силы Божьей, оно мешает друг другу, друзья. А знаете почему? Однажды такой был момент, звонит один мне служитель и говорит, Эдуард, ты знаешь, чуть-чуть тяжеловато, я говорю, а что такое? Да ты знаешь, это у нас такая ситуация в церкви, ну и рассказал ситуацию, говорит, ты знаешь, я принял решение отлучить этого человека, все, довольно, отлучить. И так в братском совете высказался, все, приходим мы, говорит, на молитву, встает сосуд, подходит и говорит ко мне, яви милость, окопай, возьми трехдневный пост, ибо за эту душу я пострадал. Все, парадокс, говорит, ты знаешь, как плохо, надо три дня поститься, надо три дня молиться, да я уже принял решение, ты уже весь настроился, ну уже достал, так достал. И она, знаешь, как, говорит, серьезно уже достала, знаешь, а Господь говорит, окопай, а Господь говорит, помолись. Друзья, и вот здесь ты себя ловишь и задаешь себе вопрос, а нужна ли такая благочестивая жизнь, а? А надо ли такое имя отношение с Богом? А Господь его милует, а тебе уже хочется уже все, точку поставить. А Господь говорит, нет, ставь запятую, прилаживай усилия, старания, я же могу, знаете, планы в нашей жизни. Друзья, вот это то, что сегодня сам человек принимает решение. Я хотел бы, чтобы мы, знаете, анализируя свою жизнь, и мы говорим про отношения личные с Богом. Друзья, это тема про отношения личные с Богом. Хотим ли мы сегодня иметь это личное отношение с Богом? Много раз в моей жизни я смотрю на человека, и лично я вам так говорю, и мне, знаете, даже не хочется с ним общаться. А он подходит и говорит, можно с тобой, пастор, пообщаться? У меня есть такие-таки, и ты думаешь, ох, Людочки. И ты начинаешь с ним разговаривать. Проходит время, и дети даже, я помню как-то пару таких моментов, когда мы занимались в Вашингтоне религационным центром, они говорят, пап, посмотри на этого человека. Прошел год. Папа, а леди, помнишь, как он пришел? И посмотри, какой он сейчас. Друзья, когда человек начинает общение с Богом, он меняется как снаружи, как внутри. Он меняется. Мы сейчас дальше про это пойдем, но я заканчиваю вот эту, про третью категорию людей. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня мы проанализировали, где мы сегодня находимся. Друзья, самолегко бить, самолегко отлучать, самолегко ставить закон. Это самолегко, друзья. Под законом самолегко жить. Тому, кто управляет этим законом. Не тот, кто живет под законом, а тот, кто управляет этим законом. Легко управлять народом. Знаете, как в бывшем Советском Союзе. Лево-право расстрел. Само просто. Еще была такая статья. Дайте человека, статья готовая. Вы слышите? Статья уже была, только нужен был человек. Нашли человека, статья про иговор, расстрел. И был расстрел. Само просто. А вот иметь личные отношения с Богом и говорить то, что Божье сердце говорит, вот это самое тяжело, потому что ты задействован в этой жизни, вы слышите, твоя жизнь задействован, твой schedule задействован, твои отношения задействованы, мы сейчас про это будем говорить, друзья, все твоя внутренность задействована абсолютно, та же твоя семья в этом задействована. Почему? Потому что ты борешься или воюешь, или пастись, или молишься, и ты в этом задействована, мы дальше сейчас будем говорить, летите, далее мы идем, примеры в Библии, да, о встрече с Богом, примеры в Библии, посмотрим, давайте, летите, первая это самарянка, первая самарянка, вы помните, это женщина, Иисус пришел к колодцу, чтобы набрать воды, вы помните этот момент, Иисус, когда придя туда, стал набирать воду, стал набирать это, ой, хотел набрать, и приходит самарянка, и она возмущается, говорит, ты что здесь делаешь, и начинается, ну, как бы, та форма, которая была в Израиле, и она была права, мы не имеем права общаться, мы не имеем права разговаривать, то есть то, что все происходило, это было правильно, это был закон, это было все поза, и это все правильно было, но Иисус не этого ждал, неужели Иисус не знал, неужели Иисус как бы двоечником был, он не учился, не понимал, все он прекрасно знал, больше, чем мы с вами, друзья, но он пришел за душой ее, вы слышите, он пришел за душой ее, он пришел, он пришел поломать вот это все, и он пришел постучаться в ее жизнь, и сказать, довольно хватит так жить, довольно хватит таким быть, я пришел к тебе, и смотрите, Иоанна, 4 глава, 28 стих, John 4, 28, смотрите, здесь написаны такие слова, «Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорила людям, и многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины». Вы слышите, многие самаряне, они знали, самаряне знали, это грех общаться с иудеями, это даже низко, это даже было отвращением общаться с иудеями, они, у них была вражда, у них были стычки, у них постоянно была война, если кто-то из близких общался, ему хату спалили, забор подпалили, корову подрезали, и тому подобное, и дальше пошло, и пошло, и поехало, и это можно об этом много говорить, друзья, то, что в нашей жизни мы можем сегодня замечать, с тем не общайся, с тем не разговаривай и так далее, то, что у нас, только может уже, мы в более современном форме работаем, уже без всяких, знаете, коров и так далее, но там же такая же ситуация была, но смотрите, когда женщина сказала в этом самарянском городе, то, что сказал ей Иисус Христос, то, что Господь проговорил ее сердце, и это мы говорим о встрече, друзья, мы говорим о моментах, которые люди встретились с Господом, и эти люди пошли и уверовали в Иисуса Христа, вы слышите? Они не стали и сказали, знаешь, женщина, мы же не имеем права с этими людьми общаться, мы же не имеем права разговаривать с этими людьми, они искали то, что искала душа, друзья, знаете, вот эта категория людей, которые Господь встречается с ними, эта категория людей, может, трудная, тяжелая, эта категория людей, может, знаете, у них в жизни происходят такие моменты, где им нам приходится ломать их, знаете, мышление, мышление, которое было в их жизни, ломать то, что происходило в их ситуации, и они понимали свободу души, моей, свобода души моей, вот оно, и они пошли и уверовали, мы это читаем далее, ну, продолжая, друзья, время быстро торопится, и я хотел бы перейти на другого человека, друзья, это человек, который для нас очень сильно известный, и он очень много оставил вместо Писания в Новом Завете глав и книг, которые написал это апостол Павел, но он был Савлом, друзья, Савл, Савл, это тот человек был, это человек, который учился у Гамаил, Лила, Унох, высшего раввина, высшего священника, этот Савл, это был очень образованный человек, вы не представьте, не подумайте, как мы здесь читаем, что он гнал церковь, убивал, это не был бандитом, не был этот человек, таким, знаете, грязными вещами занимался, нет, это был очень и очень человек, набожный, региозный человек, зная Писание очень хорошо, и этот человек, он, смотрите, мы читаем, Деяние апостола, 9 глава с 1 стиха, Деяние апостола, 1 глава с 9 стиха, Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященникам и выпросил у них письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет он, будет убивать, будет делать, знаете, то, что он желает, вы слышите, Савл, он пришел и дыша угрозой, вы представляете, этот человек, который у него внутри появилась ненависть к христианам, появилась тем людям, которые любили Господа Иисуса Христа, казалось, Савл, это ты должен быть самый первый, который поднять Евангелие и сказать, вот это Слово Божие, которое говорил Иисус Христос, где в Исаии в 53 главе говорилось, где Господь открывал, вот он, он, и вот мы должны, наоборот, нет, потому что его понимание, его взгляды, его учения, его жизнь, она не соответствовала тому, что соответствовало с христианами, как это так люди каются, как это так они обращаются к Богу, как это так Господь их просто изменяет, он этого не понимал, он понимал, что должно все происходить поиначему, и смотрите, далее мы читаем, когда же он шел и приближался, это 3 стих, 9 глава, 3 стих, когда же шел он и приближался к Дамаску, внезапно осеял его свет с неба, он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, Савл, Савл, что ты гонишь меня? задается здесь вопрос, он сказал, кто ты Господи? Вы слышите? Почему он не сказал, кто ты Сатана, кто ты там, какой-то там, ну, скажем, Аллах, или какой-то Бог, или кого-то бы назнал, но он называет его Богом. Глядите, кто ты Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна. Вы слышите, друзья, парадоксальность, да, что он называет это Богом, он понимает, он столкнулся с святою святых, он понимал, он столкнулся с тем, который пострадал за него. Иисус говорит, ты гонишь меня. Он в трепете и ужасе, это шестой стих, он в трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? Вы слышите? На Савла пришел трепет и ужас. Друзья, когда человек встречается лично с Богом, у него приходит трепет и ужас. Друзья, не от того, что Господь такой страшный, не от того, что Господь такой жестокий, нет. И у него приходит трепет от того, что явленная милость, как мы сегодня слышали, все стрепело. Как Бог явил над ним милость. Вот это приходит трепет, друзья. Трепет приходит от того, как Бог являет милость ко мне, такому человеку, как Бог остановил меня и начинает со мной разговаривать, как Бог говорит лично со мной. Вот здесь приходит трепет, и мы читаем, трепет и ужас, а ужас от того, как он меня не поразил. Как он меня не убил? Как это он меня не поразил? Почему Господь имеет такую любовь? Почему настолько он полна любви, дорогие друзья? И Господь ему говорит далее, как поступать и делать. Это то, что сегодня, дорогие братья и сестры, я всего лишь взял два момента. Много моментов мы можем взять в церкви, взять в слове, что написано. Но это два момента, где люди встретились с Богом. Они изменяют всю свою жизнь. Их не меняется мышление, понимание, взгляды, одеяния. Все меняется, друзья. Поведение, абсолютно все меняется. И они не стадятся, они не боятся. Они бегут, они говорят, они рассказывают и говорят о славе своей. Далее, дорогие друзья, мы переходим к тому, личное отношение с Богом и как его приобрести. Вообще, что такое личное отношение с Богом, друзья? Это первое, давайте мы поговорим, это покаяние. Покаяние перед Господом Иисусом Христом. Чтобы приобрести личное отношение с Богом, мы должны осознать свою жизнь, на каком месте мы находимся, друзья. Мы должны осознать свое положение, на каком месте находимся, чтобы иметь личное отношение с Богом. И смотрите, мы читаем это 1 Иоанна, 1 глава 9 стих. «Если исповедуете грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всех неправды». Вы слышите? Это 1 Иоанна. Иоанн говорит, чтобы мы приходили и приносили грехи свои и исповедовали. Что такое исповедание, друзья? Это называть своими именами. Я грешник. Знаете, иногда мы видим, в церкви выходит человек наперед и говорит, братья и сестры, я хочу покаяться в своих грехах и служить Господу. И потом мы видим, он принимает водное крещение, потом мы видим, он дальше растет. И здесь Иоанн говорит, мы должны исповедать, мы должны отречься, мы должны, дорогие друзья, освободить то, что внутренне не видит никто, то, что, может, наружно это было, люди видели. Мы должны раскаяться и сказать сами лично Господу. Далее. Иоанне 2 глава 38 стих. Петр же сказал им, то есть обращался к людям и говорит, покайтесь и докреститесь каждый из вас во имя Иисуса Христа и для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Вы слышите, Петр призывает людей и говорит, вам нужно покаяние, вы должны покаяться, и не только покаяться, и получите дар Святого Духа. Мы об этом сегодня говорим, дорогие друзья, когда мы осознаем, когда мы каемся, когда мы приносим свою жизнь перед Богом, Дух Святой, Он входит в нашу жизнь, и мы получаем крещение Духом Святым, мы говорим, начинаем на иных языках. И не только говорить о том, что мы сегодня ревнуем, но и дары Духа Святого начинают иметь власть в нашей жизни. Дары Духа Святого, они начинают больше и больше принимать в нашей жизни, дорогие друзья, власть и силу. Не просто это иметь. Далее мы читаем 1 Иоанна 5 глава 18 стих. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается ему. Другие друзья, тот, кто хранит себя в Боге, как мы здесь прочитали, и тот, кто находится в Боге, он не грешит. Где Дух Святой владеет тобою, где Дух Святой говорит с тобою, тогда нету места греху. Вы слышите, нету места греху, да, приходят мысли, да, приходят, знаете, сомнения, да, приходят искушения, но Дух Святой, Он внутри обличает тебя. Дух Святой говорит, не делай этого, Дух Святой говорит, не поступай так, мы сегодня об этом слышали. Чем ближе, друзья, мы приближаемся к Богу, чем ближе мы исповедуем свои грехи перед Богом, тем больше и больше благодать присутствует в нашей жизни. И мы ощущаем Его, друзья, когда мы едем в машине, мы молимся, мы, знаете, ходатусом, мы поем, мы прославляем Бога, и Дух Святой прикасается к нашим чувствам, к нашему разуму, к нашему сердцу. Далее мы читаем, дорогие друзья, первое, это Иоанна, 14 глава, 16 стих, 14 глава, 16 стих Иоанна. «И я умолю Отца, и даст вам Духа Учешителя, да пребудет с вами вовеки». Дорогие друзья, после покаяния Господь говорит, я вам дам Духа Святого Учешителя, и Дух Святой будет владеть в вашей жизни, Дух Святой будет наполнять в нашей жизни тогда, когда мы это сделали. Далее глава, дорогие друзья, Галатам, 5 глава, 22 стих, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. А оказывается, друзья, когда мы приближаемся ближе к Богу, когда мы начинаем иметь личное отношение с Богом, когда Дух Святой начинает в нас прогрессировать, когда Дух Святой начинает в нас расти, и приходят плоды Духа Святого, любовь. Вы слышите, почему-то не написано здесь, я вот задумался, я читал и думаю, почему первая любовь? Вы не задумывались, друзья, почему первая любовь? Господь написал, это первая, которая приходит, плод. Любовь, она прощает множество грехов, и написано. В любви нету страха, совершенно любовь изгоняет страх. Вы видите, дорогие друзья, когда у нас есть любовь, тогда мы способны любить врагов, мы способны прощать тех людей, где мы их не можем, может, наше зрение не может их вместить, наш взгляд не может вместить, где мы не можем понимать и даже принять решения какие-то, а любовь это помогает, любовь это делает. Видите, радость Святого Духа, когда мы находимся в Духе Святом, в нас приходит радость. Столько раз нам можно увидеть, дорогие друзья, где люди радостные, ты с ним общаешься, он просто радостный и исполненный Божьей благодати. Иногда люди задают, почему ты радостный? Я благодарю Бога, что я жив, я благодарю Бога, что и Господь позволил мне сегодня быть в церкви, я благодарю Бога, что Господь дает мне радость, прославлю любовь, и он этим радуется. И долготерпение, благость, милосердие, вера, то, что возрастает у людей, друзья, у духовного человека, возрастает того человека, который приближается и имеет личное отношение с Богом, кротость, воздержание. Далее мы читаем, дорогие друзья, Римлянам, 1 глава, 16 стих. Здесь сказаны такие слова, «Ибо я не стыжусь благослования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому, верующему, во-первых, иудеям, потом елеинам». Это апостол Павел, это тот человек, который гнал церковь, это тот человек, который убивал христиан. Вы слышите? А он теперь говорит, «Я не стыжусь». Почему? Потому что он имеет это личное отношение с Богом. Ему не стыдно, и он говорит, «Я хочу говорить с ним, я говорю людям о нем, я проповедую о нем, и я не стыжусь благослования и не смотрю на людей». Далее, дорогие друзья, результат отношения с Богом. И смотрите, какой результат отношения с Богом. 25 глава Матфея, 33 стих. Мы смотрим на людей, дорогие друзья, мы смотрим на обстоятельства, мы можем посмотреть и дать оценку каждому, кто как живет и как поступает. И мы можем видеть человека, в каком состоянии он находится, в результате его жизни. Мы видим, женились молодой парень и девушка. И мы видим то, что проходит жизнь, у них создается семья, и мы видим результат этой свадьбы. Так же самое, когда человек живет, знаете, победоносной жизнью, когда человек живет в отношениях с Богом, когда человек переживает отношения с Богом. Матфея, 25 глава, 33 стих, здесь сказано такие слова. «И поставил овец по правую сторону, а козло по левую сторону. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготовленное вам от создания мира. Ибо я алкал, и вы дали мне есть, я жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ «Господи, когда мы видели тебя алчими, жаждущими, и напоили тебя», и так далее, дорогие друзья. И в то же самое время, в то же самое время он обращается по левую сторону и говорит, тогда сказал, это 25 глава, 45 стих, тогда сказал им в ответ «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне». Дорогие друзья, я иду к тому, что здесь Писание говорит, когда мы имеем личное отношение с Богом, как мы знаем, Дух Святой в нас вот эти качества будет поднимать. В качество в нас он будет побуждать, чтобы кого-то посетить, за кого-то помолиться, кому-то пойти, с кем кому-то сказать, где-то встретиться, с кем-то поговорить, кому-то остановиться, поговорить с Ним. Дорогие друзья, вот это то, что сегодня делает Дух Святой. Тогда, когда ты имеешь личное отношение с Богом, ты, как Павел, идешь и проповедуешь по всему Израилю. Ты, как та самарианка, ты бегишь и говоришь свой народ, и говоришь «Пойдите, посмотрите на Иисуса Христа», и ты отдаешь все. Дорогие друзья, и последнее местописание Луки, 9 глава, 23 стих. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Братья и сестры, отвергни себя, возьми крест церкви, мамы, папы, брата, пастыря. Нет, свой и следуй за мной. Друзья, вы слышите? Следуй за Господом Иисуса Христом. Иисус сегодня призывает нас. И мы идем сейчас к молитве, братья и сестры. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня проанализировал, в какой категории нахожусь я. Мы говорили про трех категорий людей, дорогие друзья, которые сегодня, знаете, в этом мире устроились, и им это нравится. А Господь говорит, отвергни себя, отвергни то, что тебе нравится, Эдик, отвергни то, что тебе устраивает и твоя комфортабельность. А следуй за мною, следуй за мною туда, где я находился, следуй за мной то, что я делал, дорогие друзья. И мы видим, где Иисус Христос встречается с прокаженными. Я не знаю, если вы встречались с прокаженными, но мне было такое, удавалось посещать больницы. Например, мы в Украине посещали, и знаете, и там это очень неприятные запахи, неприятные картины, и очень трудно находиться в этих, знаете, комнатах. Почему? Потому что все гниет, человек, знаете, заживо сгнивает. Это очень тяжело смотреть на это. Но Иисус там был. Иисус там был, дорогие друзья. Знаете, если вы не общались с человеком, который не имеет определенного места жительства, да, от него очень сильно пахнет, и это вот все. А Иисус с этими людьми разговаривал. А Иисус с этими людьми протягивал руку и помогал им, и приводил их ко спасению. Друзья, и мы можем много-много говорить. И здесь Иисус, это в Луки, 9 глава, 23 стих. Это не апостолы сказали, а Иисус сказал, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной. Дорогая церковь, братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Я призываю каждого из нас, давайте, чтобы мы проверили свое сердце и сказали Господу, Господь, Ты видишь мое сердце, Ты видишь мое состояние. Я желаю брать свой крест. И Ты даешь, дорогие друзья, и каждый из нас, мы знаем свой крест. Братья и сестры, каждый из нас, мы имеем свой крест. И мы, знаете, много раз от этого плачем. Много раз нам это трудно. Много раз это тяжело. Много раз мы не можем согласиться. Много раз нам, дорогие друзья, плохо, трудно, но мы берем и несем. И пусть сегодня Бог благословит нас, чтобы мы имели личное отношение с Господом, друзья. Чтобы мы лично имели с Ним отношение, как мы видим, когда люди встретились с Ним. Тогда мы не смотрим на обстоятельства, мы не смотрим на общество, мы не смотрим на человека, а мы смотрим, что хочет сделать Господь. И что делает Господь? А Он сотворяет новое. Он берет новые мехи, наливает новое вино. И даже нам мы хотим сказать, Господь, не делай этого. Ты не можешь так делать. Меня это не устраивает. Мне это не нравится. А Господь говорит, Эдвард, я с тобой не советуюсь. И я с тобой не спрашиваю. Я с плотью не советуюсь. А я делаю свой план. Потому что я желаю спасти этот мир. Я желаю, чтобы сегодня каждый был спасенный. Я желаю, чтобы сегодня тот, кто отверженный, был приведенный в церковь. Тот, кто упал, сегодня был спасенный. Тот, кто сегодня споткнулся, был сегодня восстановлен. Друзья, вот это сегодня воля Божья. Дорогие друзья, слышите? Воля Божья, вот это сегодня. Что Господь сегодня желает, чтобы наше сердце было таковым. Чтобы мы имели личное отношение с Богом. Чтобы мы плакали, как Он сегодня плачет. Тот, кто сегодня сидит в тюрмах. Кто сегодня, знаете, зависимый от наркотика, порнографии. Кто сегодня разводится. И многие плачут, как сегодня многие мамы звонят и говорят. Моя дочь в зависимости. И она плачет, чтобы мы плакали с ними. Друзья, чтобы мы сегодня плакали. И Господь с ними плачет. А вопрос сегодня, имею ли я это сердце Божье? Имею ли я это отношение сегодня? Готов ли я сегодня взять этот крест? Друзья, еще раз напоминаю. Само легко иметь вид благочестия. Само легко иметь закон. Само легко, друзья, управлять этим. Все остальное отсыпется. Кто умирал, нехая умирает. Кто как и шел, нехая идет. Самое главное я. Дорогие друзья, помните, враг душ человеческих. Когда он искушал Иисуса. Помните в пустыне, что он сказал? Что он сказал? Какие его были слова к Иисусу? Он сказал, помилуй себя. Пожалей себя. Пожалей себя. Это тактика врага. Чтобы только жалеть себя. Только, чтобы тебе было хорошо. А насчет ближнего? А насчет сегодня тот, кто валяется в канаве? Как-то не по себе. Пусть Бог поможет нам сегодня. Чтобы наше сердце было подобно Господу Иисусу Христу. Чтобы мы бежали в город. Чтобы мы бежали, как апостол Павел, в города и говорил о любви Господне. Дорогие друзья, мы в этой молитве будем молиться. Если вам сегодня трудно, тяжело. Может, вы сегодня себя увидели в состоянии, где вы говорите, Господь, мне надо ближе быть к тебе. Я нуждаюсь ближе к тебе, но мне не хватает силы. Друзья, церковь – это госпиталь. Церковь, дорогие друзья, где приходят люди и получают исцеление. Где их жизнь меняется на все 100%. На все 100%. Вы слышите? Эта церковь для этого создана на этой земле, братья и сестры. И вы сегодня имеете эту свободу. И вы имеете сегодня прийти и сказать, Иисус, я грешница, я грешник. Я хочу покаяться и служить тебе. И это сегодня твое время. Не знаю, если оно будет завтра. Но сегодня, да, на тебе время. Если сегодня тебе трудно, тяжело. И ты не знаешь, как дальше идти. Сегодня это время. Приди и скажи, Иисус, я устал курить, я устал пить, я устал грешной жизнью жить. Я устал обмануть жену, я устал обмануть братьев и сестер. Я устал жить двойной жизнью. Я хочу служить тебе на 100%. Это сегодня время, друзья. Не стыдно идти к Иисусу. Стыдно делать грех. Стыдно прятаться от греха. Дорогие друзья, а сегодня откройте перед Богом. Скажите, и Он назовет тебя сыном. И Он назовет дочерью. И Он говорит, я жду тебя. Я ожидаю, я люблю тебя. Мы преклоняем колени, будем молиться. И того, кто побуждает сердце, Господь, проходите наперед, будем молиться. Аминь. Аминь. Аминь.